Здравствуйте, дорогие коллеги! Спасибо, что присоединились сегодня к нашему Зуминалу. И сегодня речь пойдет о группах позднего запуска. Очень часто в середине учебного года у нас появляются новые ученики и новые группы. Мы этому очень рады. Но вот вопрос, по каким материалам с ними работать? Если мы возьмем те же материалы, которые мы используем с нашими группами, стартующими в сентябре, мы столкнемся с целым рядом проблем. Во-первых, программа не будет полностью освоена к лету. И половина, чуть больше или чуть меньше, останется на следующую осень. Это не очень удобно. Если эта группа будет продолжать в том же составе, в котором она приступила к занятиям, возможно, ничего страшного не произойдет. Но давайте скажем честно, такое бывает далеко не всегда. Очень часто к таким половинчатым группам присоединяются новые участники и начинаются проблемы. Что-то не освоено, что-то не изучено. Выясняется, что тем, кто присоединился, как раз вот этот материал первой части курса и нужен больше всего, а его уже нет, мы начинаем суетиться, мы начинаем что-то догонять, компенсировать. В итоге, если это индивидуальное занятие, у нас все получается прекрасно. Вот если группа, то группа разваливается. Потому что плохо и тем, кто начинал в середине года, и тем, кто присоединится к нам осенью. Давайте не будем допускать таких ситуаций. Давайте будем брать в середине года для вновь обретенных групп те материалы, которые мы сможем освоить к лету, а осенью уже запустим полноценный долговременный курс. Что же за материалы помогут нам решить эту ситуацию эффективно, профессионально, изящно и, конечно же, с удовольствием. Давайте посмотрим. Сегодня мы хотим познакомить вас с курсом от Oxide University Press, который называется «Метро». Это курс, который состоит из четырех уровней, включая стартовый. По поводу стартового уровня, сломано много копий, очень много было дискуссий. Наши иностранные коллеги пытались нас убедить в том, что не бывает так, чтобы подросток в 11 лет или чуть-чуть постарше уж совсем ничего не знал по-английски, совсем уж не умел читать. Так что давайте начинать с уровня элементарного. Но с удовольствием хотим признать, что в этой дискуссии победили мы, которые говорили, вот вы считаете, что так не бывает, а мы такое видим каждый год и по многу раз. Поэтому теперь авторы многих курсов с удовольствием пишут стартовые уровни, а мы, конечно, им за это очень благодарны. Стартовый уровень предполагает, что кандидаты для обучения в этой группе показывают уровень знаний 0 по тесту и при собеседовании. Ну, а если они случайно знают пару слов, конечно, мы этому рады. Но это отнюдь не уровень элементари, поэтому стартый уровень очень-очень хорош. Спасибо авторам за то, что он здесь есть. Уровень 1, level 1, это частично освоенный уровень А1. И дальше мы исследуем 1А2, А2 начальный В1. Таким образом, на выходе с уровня 3, с level 3 программы метро мы получаем как минимум mid-intermediate, а если повезет, то уже по сути low-oper intermediate, но это, конечно, для тех, кто хорошо занимался. Давайте посмотрим на компоненты курса. Компоненты очень интересные, поскольку, как мы уже сказали, курс этот для групп или позднего запуска, или, что тоже очень здорово, для летних программ интенсивного обучения английскому языку, которые вы можете запустить или на своих летних площадках, или в летних лагерях, или просто в формате летнего обучения. Мы здесь видим, что учебник и рабочая тетрадь собраны в одну книжку. Программа интенсивная и краткосрочная. Но при этом, вот сейчас мы с вами посмотрим через несколько минут на материалы курса уже внутри листа странички. При этом там есть все необходимое, что нужно освоить. Просто материал минимизирован. Минимизирован для того, чтобы вы смогли в рамках каких-то ограниченных временных возможностей с этой ситуацией справиться. Здесь вы видите, что у нас учебник и рабочая тетрадь в одном флаконе, так сказать, могут быть как на бумаге, так и в цифровой форме. Мы очень рекомендуем преподавателям всем иметь у себя в распоряжении вот такое e-book, потому что в ней вы увидите кликабельное аудио и видео, то есть аудиоматериалы и видео. Фрагменты вы сможете включать по одному клику на компьютере, планшете, на белой доске. Это очень удобно и, конечно, совершенно замечательно работает. Кроме того, такие материалы, которые приземляются у вас на портал Oxford Leones Bookshelf.com и которые будут доступны на вновь созданном в Оксфордском фортале, о котором мы поговорим на следующих вебинарах, вы можете дома открывать свою учетную запись, входить в нее, находить свой электронный учебник, делать в нем пометки, прицеплять туда листочки, закладки, все в электронном формате, разумеется. Даже готовить и допридумывать какие-то упражнения, если вам захотелось это сделать, хотя в курсе всего хватает, но наши преподаватели всегда креативно, всегда придумывают еще. Потом сохранять эти материалы и, заходя на эту платформу уже в классе с классного компьютера, видеть все свои записи, что тоже очень удобно. Таким образом, вам не надо носить с собой учебники в сумке, ура, наступила цифровая эра, это тоже очень хорошо. И при этом все ваши записи, все ваши подчеркушки будут вместе с вами, будут вам доступны. TCHSP, безусловно, существует, это TCHSGOC плюс вход. На платформы для организации дистанционного обучения и контроля выполняемых домашних заданий, а домашнее задание у нас вот здесь, на онлайн-хомборк. Вы можете собрать класс и работать с ними виртуально, так, как это делаете, наверное, и с другими курсами тоже. Что такое Classroom Presentation Tool? Classroom Presentation Tool – это полная цифровая платформа, полные цифровые ресурсы для преподавателя по одному клику на гиперссылки. Да, этот компонент немножко более дорогой, поэтому если ваши финансовые ресурсы для курса ограничены, а курс вам понравился, вы можете приступить к работе с цифровым контентом, используя вот этот компонент, Student Book and Workbook Pack eBook. Хотя, конечно, работать с Classroom Presentation Tool очень удобно, и мы неоднократно рассказывали об этом ресурсе на наших семинарах и зуминарах. И, конечно, вы можете посмотреть видео-титориал на сайте Oxide University Press, которые показывают на примере разных курсов, как удобно работать с Classroom Presentation Tool. Но сегодня мы на этом подробно останавливаться не будем. Для того, чтобы полистать учебник, вы можете зайти на сайт Oxide University Press, найти учебник в метро, кликнуть по забавнейшей фразе «загляни вовнутрь», которую все никак не могут перевести получше представители Оксфорда, чем нас очень веселят. Если вы заглянете вовнутрь, то вы сможете полистать учебник. Давайте сделаем это прямо сейчас. Сейчас я покажу вам кое-какие страницы, потому что тоже интересно посмотреть, что же такого нового и интересного придумали для нас авторы такого курса, да еще и курса интенсивного и краткосрочного. Первая вишенка на торте – это стартовая видеоразминка. Такие стартовые видеоразминки существуют сейчас во многих курсах и для младших школьников, и для подростков, и для взрослых. Стартовое видео позволяет быстро включить в группу процесс работы. Вы сможете начать работать с ними непосредственно в имитации языковой среды. В каждом видео содержатся вопросы, фрагменты заданий, которые необходимо выполнить с классом. И вот вы уже совершенно в новом мире, в новой среде, в среде английского языка, что, конечно, прекрасно и очень удобно. Если у вас электронный учебник, вы можете включить эту функцию кликом по иконке видео. Если у вас Classroom Presentation, то вы можете сделать это тоже самое. Или воспользоваться ресурсами с Visual Audio Pack, которые вы видели в списке компонентов курса. Двигаемся дальше и видим очень симпатичные и удобные в работе колонн-титулы. Vocabulary, Listening. Чем же они симпатично и удобны? Дело в том, что такие колонн-титулы сразу помогают сфокусировать внимание класса на том, чем мы занимаемся. Если вы верите в сознательные принципы обучения, то, безусловно, согласитесь с тем, что когда класс понимает, чем мы конкретно занимаемся и зачем, все-таки работать с ними гораздо удобнее, чем когда они просто или пассивно следуют нашим рекомендациям, или пассивно или активно от нас отбиваются. Тематически колонн-титул позволяет организовать обучение и, собственно, сделать так, чтобы ученики со мной сотрудничали на уроке. Вы видите, что работа с аудированием здесь поэтапная. Вот они все значки аудирования. Вы видите, что здесь не одно аудирование и задание к нему, как это было, скажем, в учебниках 30-летней давности. Здесь очень много фрагментов предъявления аудиоматериала, каждый из которых сопровождается определенными заданиями. Таким образом, проработка видео и аудиоматериала достаточно глубокая. Разделы Reading интересны тем, что они могут быть синтегрированы со Speaking. Конечно, вы здесь увидели знакомый нам экзаменационный формат Compare and Contrast. И готовые образцы высказывания, которые здесь представлены пока в формате Reading, но, как вы прекрасно понимаете сами, вы можете использовать это задание на чтение как подготовительный этап для работы с говорением, для описания, в данном случае, диких животных, рассказа о них и comparing and contrasting techniques. Обратите внимание на страничку по грамматике. Здесь достаточно много упражнений, и здесь грамматика интегрируется с коммуникативным методом, что стало для нас уже давно привычным. По-прежнему здесь авторы применяют guided discovery approach, то есть здесь сначала предъявляется материал в условно-речевом упражнении, потом происходит его разбор и аналитика. Если вы работаете по-другому и сначала объясняете грамматику, а потом только предъявляете в условно-речевых упражнениях, ваше право вы можете пойти наоборот. Этот учебник ничуть не мешает. Обратите внимание, опять раздел векебелары в том же разделе. Мы видим, что здесь достаточно высокая степень рециркуляции лексического материала. И если в предыдущем разделе по векебеларе мы в общем и целом говорили, а в некоторых компонентах тем в данном случае он сужается, здесь конкретно мы говорим про среду обитания диких животных. Вот здесь вы видите опять различные типы животных. И listening, в формате listening, аудирования мы их описываем. До того, как вы видели разделы на чтение, сейчас это дается в более сложном виде речевой деятельности в формате аудирования, восприятия иностранной речи на слух. И здесь вы видите четыре компонента. Это тоже интересно. Не одно какое-то животное, целых четыре. Для того, чтобы мы могли сравнивать, находить общее и различие, сопоставлять и анализировать. Обратите внимание, это может быть такая мелочь, может ускользнуть от вашего внимания, но я хотела бы сфокусировать ваше внимание именно на таких ценных, полезных и удобных в работе преподавателя подробностях. Именно благодаря тому, что материал так подробно и тщательно прорабатывается, краткосрочный интенсивный курс вовсе не является курсом примитивным. Он полноценный, интересный и поможет вам сформировать глубокие, прочные знания. Опять раздел по грамматике. Опять визуальный материал. Это тоже очень важно. Очень много полезной информации, справочной информации, с которой работать удобно. Задание на speaking, задание на дополнительный reading. Вы видите, что при работе с различными видами речевой деятельности они постоянно связаны и с определенными аспектами языка. Вот предыдущий у нас слайд показывал вокабуляр и грамматику, а вот сейчас мы перешли непосредственно на два вида речевой единственности. Видите, здесь тоже колонн-титулы помогают нам сориентироваться, понять, какой аспект урока для нас является центральным и целевым. Такие ресурсы, как информация о курсе от разработчиков, по-прежнему доступны вам на сайте Oxford University Press. При переходе по этой ссылочке вы сможете попасть на страницу курса метро. Купить этот курс вы можете у нас на нашем сайте www.boxshop247.com или в магазинах, адреса которых вы можете найти на сайте нашего www.boxshop247.com, нашего портала интернет-магазина. А я хотела бы вам еще в заключении напомнить о том, что к каждому из курсов современных, которые разработаны в Oxford University Press, авторы, конечно же, приготовили для нас микро, а по сути, конечно, макро сайт с дополнительными ресурсами. И я вас всех приглашаю зайти на сайт Oxford University Press, вот сюда, lt.up.com, вступить в Teachers Club, если вы еще там не были. А если вы вступили, но забыли зачем, приглашаю вас снова туда. Вы можете найти там по алфавитному колонтитулу или по каталогу возрастной периодизации курсов Young Learners, Teenagers, Adults, курс метро, нажать на гиперссылочку и посмотреть, какие материалы для вас приготовили авторы. Вы не будете разочарованы. Маленький useful tip. Все, что доступно для скачивания, скачивайте сразу, потому что у авторов есть не особенно приятная особенность. Они иногда эти курсы или меняют, или актуализируют, иногда они думают, что к лучшему, иногда мы этим не очень довольны. Поэтому, если что-то вам понравилось, не откладывайте дело в долгий ящик и скачивайте себе в одноименную папку на своем рабочем компьютере все, что вам понравилось. Вам это в работе, конечно, очень пригодится. Итак, мы познакомились с вами сегодня с курсом метро. Но курс этот помогает подготовить подростков в кратчайшие сроки и освоить указанные авторами курсы. Почему этот курс не примитивный, хотя и рассчитан на более короткое время? Потому что в этом курсе, как вы сами уже смогли убедиться, авторы предлагают нам большое разнообразие упражнений, глубокую проработку материала и высокую степень его рециркуляции. Однородность раздела в курсе метро помогает нам получить максимум пользы от такого курса. И ни в коем случае мы не можем сказать, что если этот курс короче, и если этот курс интегрированный учебник с рабочей тетрадь в одной книжке, то он примитивный, но чем-то хуже, чем длинные, более объемные курсы. Конечно, все дополнительные материалы, которые есть на сайте, тоже в вашем распоряжении. И если программа вашего обучения предполагает небольшое количество часов, очень может быть, что кому-то из вас курс метро понравится даже в качестве основного при работе в течение полного учебного года с сентября по май. Вот такой интересный курс. Сейчас мы с вами перейдем к работе с вопросами и ответами. Я вижу тут у нас в чате есть очень много вопросов. Сейчас мы с ними поработаем отдельно. Большое спасибо за участие в первой части.